Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги Иова для библейского портала «Экзегет». Читаю свой перевод с небольшими комментариями. В 12 главе Иов делает такие заявления глобальные. Он говорит, мир устроен плохо, в нем страдания, несправедливость и все остальное. И это, конечно, от Бога, потому что иначе от кого же? И никто Богу не может противодействовать, если он так решил поступить. В 13 главе он говорит уже применительно к себе, лично. «Ведь и сам я все это видел, и сам слышал, и все я понял. Я же не меньше вашего знаю, я ничем вас не хуже». Это его обращение к друзьям, они ему общие слова. Он говорит, у меня-то есть свой опыт, и этот опыт говорит об ином. Но я обращаюсь к всесильному, я хочу возразить Богу. Не вам. Вы-то ладно, вы мне тут ничем не помогли. Но не от вас мои беды. А вы, раны мои, лечите ложью, и все вы никудышные лекари. О, если бы вы, наконец, замолчали в этом, и была бы ваша мудрость. Великолепная фраза. Если бы вы замолчали, в этом была бы ваша мудрость. А главное, что вот раны, они лечат ложью. Почему ложью? Это общие слова о Боге. Но они лживы, потому что к ситуации его они неприменимы. Можно говорить абстрактно правильные вещи, и при этом лгать о Боге, да, просто потому что вот здесь и сейчас это не помогает ничем никому. Так вникните в доводы мои. Послушайте, что я скажу в свою защиту. Нужна ли Богу ваша неправда? Будете ли лгать ради Него? Для Него вы кривите душой? Его защитить хотите? Когда Он вас испытает, хорошо ли будет? Или обманете Его как человека? Он вас сурово обличит. Если будете темнить, кривить душой, тогда устрашит вас Его величие, пойдет на вас ужас Божий. Он уже им напрямую угрожает. Он все дальше и дальше этот конфликт уводит. Смотрите, Он нам говорит, вы ради Бога кривите душой. Вы говорите вещи, в которые вы сами не очень верите. А в то, что Бог всегда награждает праведника, наказывает нечестивца, вы его защищаете. Вам нужно, чтобы хорошо как бы все про Бога получилось, но ведь не получается. И Богу не нужно это вранье. Собственно, в конце книги так и будет. Вы припоминаете обещалые речения. Ваш щит слеплен из глины. Ну, то есть щит, который от удара легкого разобьется, глиняный, да? Так умолкните и дайте мне сказать, а там будь что будет. Закусил я свою плоть зубами, душу держу на ладони. Он меня убьет, и нет надежды, но я буду утвердить ему, что я прав. И в этом мое спасение. То есть позиция его, позиция предельно честного человека, с которым все очень плохо, который закусил плоть зубами, ну, буквально там вот, чтобы какую-то очень сильную боль перетерпеть, там человек может руку себе закусить, чтобы вот прямо не заорать от боли. Душу держит на ладони, другой образ. Вот она, донул, ее нету. Вот все здесь я обнажен, я страдаю, я сейчас умру, но я буду говорить, что я прав, и в этом мое спасение. То есть я не откажусь от себя, от своего я, от своей правоты перед Богом. И более того, я уверен, что это правильно, в отличие от общих абстрактных слов. А безбожника подойти к нему не смеет. То есть вот друзья, он не называет их безбожниками, какие они атеисты, они о Боге столько говорят, но они о Боге все в третьем лице и общими фразами. Айов вот в лицо и очень резко, но зато очень лично. Слушайте, слушайте мои слова, внимайте тому, что возглашаю. Они, кстати, абсолютно его не слушают. Они свое вот толдычат и все. Вот, я излагаю свое дело и знаю, что я прав. Кто сможет меня оспорить? Тогда бы я умолк и умер. Помните, жена Иова предлагала самоубийство, похулить Бога и умереть, как бы разозлить его, чтобы он убил. Иова говорит, да я-то умереть не против, я просто хочу высказаться и вот свою правду в этом мире оставить, донести ее. Только двух вещей со мной не делай и не стану от себя скрываться. Это уже, конечно, к Богу он обращает. Пусть не приближается ко мне твоя рука и пусть не сотрясает меня твой ужас. То есть у Бога есть средство сделать так, чтобы человек просто от ужаса онемел. Вот не лишай меня рассудка, не лишай меня способности отвечать, не будь тем, кто просто силой затыкает рот. Я хочу с тобой говорить. Вот этот вопль Иова на протяжении всей книги, и вот здесь он тоже очень лично так и ярко выражен, это, собственно, то, что его и вытягивает, то, что приводит его ко встрече с Богом. А тогда позови, и я отвечу. Или дай мне сказать, и продолжи сам, вступи со мной в диалог. Иову нужен диалог с Богом, на меньшее он не согласен, на правильные речи о Боге нет. Ну и, собственно, он начинает. Много ли у меня грехов и проступков? Назови мои грехи и пороки. Вот здорово тогда Богу сказать, слушай, там, я что, очень грешный, что ли? А ну, перечисли. Вот я думаю, мало кто из людей дерзнет так говорить с Богом, да, потому что, ну, во-первых, каждый за собой много чего сознает, а во-вторых, ну, если он начнет перечислять, тут вообще то, чего ты и не знал, и забыл, и не догадывался, то уже всплывет, ничего хорошего не будет. А Иова, смотрите, ему важна с Богом предельная честность, да? То есть он все время говорит, у меня грехов нет, ну, слушай, ну, перечисли, ну, в конце концов, может, я что-то не заметил, упустил, назови, да? То есть мы как-то обычно вот в размышлениях о своей греховности стараемся вот скрыться, да? Вот нет-нет-нет, ну, мало ли там. Ну, так получилось, ну, не я, ну, вот все так делали, да? Да, вот что-то еще, да? Ну, слаб был, ну, вот так вот оно вышло у меня, да? Иов вот бросает предельный вызов, вызывает его на поединок. Давай поспорим о моей правоте. То есть для Иова вот эта его душа на ладони, душа, которую он держит на ладони, она одновременно бесконечно хрупка, но и бесконечно ценна, да? Вот он эту душу показывает Богу и говорит, давай разберемся насчет вот этого. И вот эта предельная честность, это действительно то, что его отличает от друзей, предельная личная честность, а не абстрактная. Почему ты скрываешь от меня свой лик и считаешь меня врагом своим? Станешь ли ты гнать опавший лист и преследовать сухую мекину? Ну, то есть то, что и так летит по ветру, мекина, это вот когда зерно вылучили из собранного урожая, мекина, то, что осталось, все это мелкая соломка, она летит по ветру. Горькую судьбу начертал ты мне. Возможно, представление о том, что судьба у каждого человека начертана Богом. Евреи до сих пор, иудеи поздравляют друг друга на Новый год, желая хорошей записи, то есть вот некой записи в книге жизни, вот она определяет жизнь и по смерти человека. Горькую судьбу начертал ты мне. Грехи юности обращаешь на меня. Ага, и он все-таки сказал, что какие-то юности у него грехи были. Но, наверное, припомнилось что-то. Но в любом случае это не то, что способно навлечь на него такую ужасную кару. Ты заковал мне ноги в колодке, заклеймил подошву моих ног, чтобы следить за каждым моим шагом. Ну, вот образ человека, который спеленут по рукам и ногам, ничего не может, все у него вот так вот зажато в тиски, деваться некуда. Что же с этим делать? В 14 главе он продолжит этот разговор и даже перейдет на общую судьбу человека, любого человека, и будет говорить о смерти, как о самой главной трагедии его жизни.